Они обещали, что Украина всё поймёт, стоит России только приподнять бровь. Мы сейчас один раз бровь поднимем, и Украина поймёт всё. А сама война России с Украиной продлится максимум 3-4 дня. Эта война продлится, Володя, ну максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. В горячей войне мы Украину победим за два дня. Уже в первые часы так называемой спецоперации на федеральных каналах рапортовали о начале зачистки Киева. В Киев вот-вот войдут части тоже для зачистки Киева. И о скором взятии под контроль Одессы. Это ещё один день, ещё два дня, не важно. Все стратегические направления контролируются российской армией или вот-вот перейдут под власть российской армии. Как в районе Киева, так в районе Николаева, так по направлению к Одессе. Зайдут в Одессу сегодня утром или после завтра вечером. Какая разница? Но прошло 4 месяца, и на раскатанной российской губе твёрдо и уверенно стоит украинский сапог. Вместо Львова и марша по Крещатику спикер Министерства обороны России, спотыкаясь, бежит хвалиться захватом, например, села Метёлкино. Успешно развивается наступление на северодонецком направлении подразделениями народной милиции Луганской Народной Республики. При поддержке вооружённых сил Российской Федерации освобождён населённый пункт Метёлкино. И его можно понять. Народ, разогретый пропагандой, жаждет побед, а на практике мало что получается. И это легко доказать. Смотрите сами. Фактический захват всей Луганской области Шойгу объявил ещё 20 мая. Выборка российских вооружённых сил совместно с подразделениями народной милиции Луганской и Донецкой Народных Республик продолжает расширять контроль над территорией Донбасса, близко к завершению освобождения Луганской Народной Республики. С тех пор прошло больше месяца, а бои продолжаются. Чё там? Настолько по плану спецоперация идёт, что министр обороны за свои слова не отвечает? И это же всего один из множества примеров. Вот кто из вас, например, помнит, как спустя две недели войны пропагандисты ныли, мол, как же так? 14 дней прошло, а армия РФ до сих пор не взяла Славянск. Славянск ещё не освобождён. За две недели? В две недели можно было дойти до Львова и обратно. Прошло уже четыре месяца, а бои за Славянск ещё даже не начинались. То есть раздутый пропагандой пузырь о великой и непобедимой армии постепенно сдувается. Пропагандисты на шоу бьются в истерике и сыпят угрозами, как из рога изобилия. Мы готовы идти до конца. Но ничего от вас не останется. Потому что мы не способны... Вы ещё думаете, правда мы проиграем, что ли, в этой схватке? Мы не проиграем. Либо вы будете все уничтожены, либо мы победим. И когда мы говорим, что все нужно, возможно, применяемое ядерное оружие, возможно, возможно и нет. А как калибр полететь через всю Европу? Зачем выучить? Вот так? Да. Чуть ли не каждый день из их черноротых ртов вылетает сармат, якобы по центрам принятия решений. Извините, ядерная держава. И мы можем нанести удар по центрам принятия решений. Но на деле единственный сармат, который они могут запустить, это пиво из Донецка. Так что по трубам прошло и чуток охладины, кипящие от ненависти мозги. Все решения приняты, и мы готовы. Понимаете, мы готовы к этому. Возможно, вполне удар тактическим ядерным вооружением. Я в этом практически не сомневаюсь. Ведь война в Украине доказала, что все громогласные крики о нереально крутом ПВО РФ, которое может перехватить даже гиперзвук. Смотрите, на самом деле наше ПВО, оно лучшее в мире. Оно глубоко эшелонированное. У нас есть уже системы, которые даже перехватывают гиперзвук. Это пшик, похлебка, чтобы взбодрить ура патриотов. Какой гиперзвук? Какие американские ракеты? Которые даже перехватывают гиперзвук. Когда копеечный беспилотник, летящий со скоростью «Вороны», пролетает почти 200 километров по территории, контролируемой российскими войсками, и импортозамещает новенький новошахтинский НПЗ. А мы можем определить, что это за беспилотник нанес сегодня удар по ростовскому НПЗ? Покажите нам эти кадры. Да, это беспилотник. Причем это же не какая-то единичная история. Нет, всего за несколько дней до Новошахтинска были уничтожены буровые платформы Черноморскнефтегаза. В 8 часов утра были нанесены украинцами удары по буровым платформам государственного унитарного предприятия Черноморнефтегаз. Удар был нанесен по трем вышкам. На них в момент удара находилось 109 человек. 21 человек уже эвакуированы. Да-да, те самые, которые Россия благополучно украла у Украины в 2014 году. Тогда российские вояки пилили селфи с платформ. Но, как говорится, бог не Тимошка видит немножко. Прошли годы, и расплата настигла воришек. И, что самое главное, передала привет руководству России, которому уже пора бы спуститься с небес на землю. Ну или там с небес в бункер. И осознать, что не получится безнаказанно бомбить Украину. В Днепропетровской области, рядом с Новомосковском, из-за попадания ракеты взорвался резервуар с топливом. Что радовались поди, когда уничтожили нефтебазу в Новомосковске? Как водили хороводы от счастья после ракетных ударов по Кременчугскому НПЗ? Это уже в четвертый раз с начала войны его обстреливают. Мы сейчас бьем по гораздо более широкому кругу инфраструктуры, чем били раньше. Бьем часто и очень результативно. Думали, получится безнаказанно убивать мирных людей и уничтожать инфраструктуру? А вот и не угадали. Черноморс, нефть и газ – все. В Новошахтинске будете тратить десятки миллионов, чтобы восстановить производство. Такие дела, чуваки, блядь. Такие дела. НПЗ-шку бафнули. А отдельным чеком пойдет оплата узкопрофильных специалистов для пропагандистов. Совершенно очевидно, что Украина переносит огонь на экономические объекты Российской Федерации. Но в данном случае на те объекты, которые находятся в районе Крыма. И так Украина бьет по экономическим объектам. Ведь после истории с буровыми вышками и НПЗ топовые крикуны в останкинских студиях реально порвались от негодования. Удары по буровым установкам – это удар против экономической инфраструктуры. Почему 1-2 калибра не прилетают туда, где находятся принимающие решения? Великолепный вопрос. А кто мне скажет 100%, что сегодня они не работают над ядерной бомбой? Вот чтобы, не дай бог, такой вот беспилотничек пролетел с кое-чем, вот тогда мы по-другому будем реагировать на это дело. Орят, терроризм, фашизм, за что обстреляли промышленные объекты. Это экономический теракт. Погибло не только железо, погибли в виде людей. Учащаются такого рода атаки. Речь же не только про Ростовскую область. Мы знаем, то же самое происходит в Белгородской области, в Брянской области. Там живут русские люди, надо их обезопасить. И смотреть на все это спокойно крайне сложно. У этих людей просто нет ни капли совести, вообще ни грамма. Терроризм, да? А когда ракетами по телевышке в центре города прилетает, это как называется? Российские войска нанесли удары по киевской телевышке. А вспомните, как они радовались, когда начались ракетные удары по объектам железной дороги Украины. Начинаем его со срочных, довольно сенсационных новостей, таких долгожданных. Россия нанесла ракетный удар калибрами по Бискидскому железнодорожному тоннелю, который проходит через Карпаты во Львовской области. Как уничтожались теговые подстанции, подрывали узловые центры. Русские войска по пяти станциям нанесли удары, инфраструктура понесли серьезный ущерб. Может, это военные объекты? Ну, разумеется, нет. Но в ходе таких обстрелов за четыре месяца войны погибло больше сотни железнодорожников. Мирных людей, которые просто выполняли свою работу. Погибло из сотрудников Укрзалезницы полторы сотни человек. Все они исполняли свои служебные обязанности. И что-то Следственный комитет РФ не возбуждал дела по этому поводу. Ах, да, о чем это? Мы это же Россия. Им убивать мирных жителей можно. Но это они так думали. А теперь им придется привыкать к симметричным ответам на любые их действия. Как там Путин говорил? Нравится, не нравится. Терпи, моя красавица. Причем симметричные ответы – это лучшая дрессировка вшивого мишки в берца. И это касается не только ответок по территории России. Возьмем, например, историю с военнопленными, где ручные обезьянки Кремля и Зордло решили, по примеру, ИГИЛ казнить пленных. Оснований для помилования иностранных наемников нет. А значит, их ждет смертная казнь, которая, согласно законам ДНР, приводится в исполнение расстрелом. История настолько дикая, что ее тяжело даже обсуждать. Особенно с тем учетом, что, исходя из слов Пескова, Москва тоже не против убийств, попавших в плен иностранцев. Власти нашей страны не могут гарантировать, что иностранцев не ждет смертная казнь. И они должны ответить за свои преступления. И можно сколько угодно негодовать, строчить тексты правозащитникам, но расисты все поймут только в том случае, если им прямо скажут, что в подобные игры можно играть вдвоем. Ведь смотрите как. Есть, например, летчик, взятый в плен в ВСУ недавно. Он сам признается, что представляет ЧВК Вагнера. Подразделение. Честная война компания. То есть наемник. Равно так же наемниками можно назвать всех входящих в тот же батальон пятнашка. Казаков из подразделения Дон. Если уже Россия прямо говорит, что наемники домой не вернутся. Оснований для помилования иностранных наемников нет. Они же солдаты удачи и их вовлекли в противозаконную деятельность. На них не распространяется Женевская конвенция. В Москве должны понимать, что те же вагнеровцы в таком случае до конца дней будут гнить в какой-то львовской каталажке. Без права на обмен. И казаков, и абхазов, и наемников из Южной Осетии будет ждать та же участь. И это вопрос принципа. Ведь, как уже было сказано, блохастый Мишка поддается дрессировке только с помощью силы. С другой стороны, мы не сильно удивимся, если на своих граждан в плену России будет вообще плевать. Просто постоянно хочется верить, что они, ну, в смысле, бояре и чинуши, не совсем отбитые. Но жизнь то и дело доказывает обратно. Все мы сто раз слышали, как Россия страшно любит и ценит жителей Донбасса. Мол, ради их спасения война и началась. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей. Самое главное – мы защищаем этих детей и женщин. Однако спустя 4 месяца полномасштабной рубки, даже сомневающимся стало окончательно понятно, что те самые жители Донбасса для Кремля – это просто расходный материал. И мы сейчас даже не о тех жителях Донбасса, которых Россия ежедневно убивает на подконтрольной Украине территории. Ситуация в Донецкой области остается напряженной. Всего с момента полномасштабного вторжения России на территорию Украины в области погибло 512 мирных жителей. Тут как раз нет ничего нового. Речь о жителях территорий, которые Москва контролирует с 2014 года. Куда пачками ездят российские артисты и депутаты и кричат о своей верности и любви к Донбассу. Находясь в Донецкой народной республике, хочу пожелать скорейшей победы всем нам, полного освобождения не только Донецкой народной республики, Луганской народной республики, всех областей Украины от нацизма. Мы будем вместе в составе России. Но дальше слов и показухи дело не идет. Жители Донбасса нужны только тогда, когда это прописано в кремлевских темниках и сценариях. Сейчас мы вам, к примеру, видео за февраль покажем. Только что в центре Донецка начала звучать сирена. Сирена на весь Донецк, истерики по телевизору, автобусы кругом, нужна срочная эвакуация, кричали кремлевские марионетки. Обращаюсь ко всем жителям нашего государства. При обстрелах противникам населенных пунктов республики могут подвергаться угрозе жизнь и здоровье наших граждан. Поэтому с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый, централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. И сотни тысяч людей, несмотря на полное отсутствие обстрелов, вывезли в палатки. Хотя в то время еще был мороз. Можете куда-нибудь разместить детей? Просто вы пообещать, Россия пообещала. А в конечном итоге, извините, мы приехали, а нас никто не может поселить. Все занято, везде все отказано. Что происходит? Вы откуда? Мы с Донецка приехали. Как давно вы в автобусе? Да мы уже больше суток в автобусе. Замерзли, снова в спинке стояли. Мы вообще одумали. То есть вас не покормили, не разнощают? Нас покормили. А что вам здесь говорят? Ну, сказали, что вроде как не открыто, закрыто, нас никого не пускают. Щедрый Путин вручил каждому аж по 10 тысяч рублей, которые люди проели за пару недель, и с голодухи потянулись домой. Но вот же чудеса. Спустя 4 месяца после эвакуации в Донецке начинаются реальные артиллерийские бои. В СССР подавляет огневые точки, рвется боекомплект боевиков. Трое суток к ряду в Донецке и пригородах не утихают взрывы. По данным украинской стороны, уничтожены минимум 7 военных складов в городе. А снаряды разлетаются по городу. Здесь бы реально провести эвакуацию, вывести людей в Россию. Но лохов нет. Пушилин даже бомбоубежище запер. На 8 лет война, ни одного бомбоубежища нет. Два бомбоубежища в доме, два подвала. И не можем ни в один зайти. Вот такая вот, они закрыли, вот замок, вон сбиты. Люди уже пытались сбить. Ну, закрыто. Очевидно, что в Донецке давно назрели перемены, и нужно реагировать на изменившуюся обстановку. Ну, например, в первую очередь, нужно открывать все подвалы, чтобы жители во время артнолета могли туда спуститься. Ведь чем больше мирных жителей погибнет, тем лучше для пропагандистской картинки и меньше нагрузка на бюджет. Жестоко? Да. Но это и есть реальное отношение Кремля к жителям Донбасса. Причем это касается не только мирных жителей, но и местных вояк. Последнее, по словам бывшего министра обороны ДНР. И это не потому, что Гиркин обиделся, что его на войну не взяли и топит зрадоньку. Нет. Например, действующий командир боевиков Ходоковский признавался, что потери настолько большие, что некоторые батальоны закончились еще на подходах к Мариуполю. Мы заступили на участок, когда 9-й полк пробил нам дорогу. Первый батальон полка дошел до черты Мариуполя и кончился. Дальше действовать начали мы. Остатки костяка 1-го батальона еще воевали вдоль окраины. Но на сегодня, можно сказать, выбыли и они. И с тех пор число погибших выросло еще на десятки тысяч. А если принять во внимание, что Пушилин после Донбасса собирается на Харьков? Харьков нужно освобождать, Харьковскую область в целом. Можно смело предположить, что мужиков на Донбассе фактически не останется. И в том же Донецке многие стали прозревать. В любой местной группе топ-реклама – это выезд в Европу. Из Донецка в Питер, из Питера в Нарву. Да, недешево. Но люди отдают последнее, чтобы вырваться из лап кровавого русского мира. Мира, где помимо лжи и цинизма привыкли считать людей расходным материалом. В геополитических забавах нескольких престарелых и явно выживших из ума мужиков. Субтитры создавал DimaTorzok